Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 « Je vous remercie. Je voudrais vous dire que ce soir, la Tunisie est toujours déterminée dans son projet de société, des êtres modernes, démocratiques, civiles, de terrorisme. Je vous remercie. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Это означает, что для наших отношений, для имени Туниси, здесь в России, в Романии. Мы здесь, как и дипломат, мы здесь, для того, чтобы промоить коллабориile между сотрудниками, мы здесь, для того, чтобы промоить комерту, но если вы не понимаете, если вы не понимаете культуре, то не может быть ни веем, 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 а мы думаем, что это будет у нас премос, не только для обучения и бунтур, транспортные от Медитеране на Марио Нагрэ. И это будет очень красиво, и, соответственно, это будет очень красиво, идеи и идеи, чтобы плутать на Мари-Негре, и я думаю, что это интересно для каждого, кто знает, что производит ажиальтая царя, что это культура. Это часть нашей нашей страны, часть нашей страны, часть нашей страны, это движение, которое и было в том, что мы получили, из Школа тунисиан, которая очень важна. Мои, которые находятся, артисты, в зависимости от них, в зависимости от их, потому что, как нормально, мы получили школы, не только школа в Тунис, а в то время начальника, а в то время, в то время, в то время, что вы можете помочь в том, что вы можете помочь при экспонировании этих картинок? У меня из трех идеи является diversащей культуры тунисиены, в том, что многие из этих артистов которые участвуют в этой школе будут тунисиены, французы, крестин, мусульман, еврей. То есть, я хочу помочь, что Тунисия есть о цепи модерн, и мне кажется, что я советую приведу мусульман, что мне очень нравится об этом. Как вы понимаете, что вы думаете, 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 это было реально о авентуре. Мы не знаем, что мы происходит в объективе, а это за colaborая между школой и и эмбасадой. Мы просто угромяем что мы повезли за такую об первую компенсацию, зато даже однажды у нас в своей степени самых лучших уmasителей, и они показали гарнит субограмму, и мы получили свою инфекцию и посмотрим что anniversary и у меня были нынешности, потому что мне сказали, что инструменты не были классные, как ВИОАРА, но, когда мы думали, что они были нынешни, и идея из нынешни, что воспринимает музыка традиционная и культуральная, очень отрагающая, и результатов был очень красивый, очень красивый. И для меня это означает, что они были сенсивны, curiosи, и результатов был, просто, уимит. Асадарь, вы видите о сотрудничестве с романией в митору? Да, нормально, потому что у меня были визиты Университета Национальная Музыка, и идея моя была из-за того, потому что Тунисия есть интерес, чтобы coopереть. И теперь я вижу что-то очень конкретно, и теперь у меня это очень интересное, очень интересное. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Что вы имеете в декабり, в соор華т-мурат-мурат? Что вы имеете вкладывать за национальный Котроцея в сотрудничество с Амбасада Республики Тунисия? Это новый проект и, в cessу виду, и в последнее десерт. В последние годы в прошлом работе в сотрудничестве, воihin высоте, скажем, домов в другую зону, географической. И я подумал, что этот публика Продолжение следует... Tradițiile, arta și cultura au un rol foarte important și atunci mi s-a părut de bun augur ca o parte din artă, din muzică, din tradiții să fie astăzi în preajma aniversarii Zilei Naționale a Republicii Tunisia și la Muzeul Național Cotroceni. Să nu uităm totuși că micro-expoziția rămâne aproape o lună pe simezele muzeului și că oricine vine să vadă muzeul poate să afle și o parte din acest curent artistic care se numește Școala de la Tunis. Cum ați descrit acest curent Ecole de Tunis din punct de vedere tematic? Ce credeți că dorește să promoveze? Ceea ce este foarte important și cred că am încercat să spun și în deschiderea expoziției, este faptul că cei mai de seamă reprezentanți care sunt aici în expoziție nu au neapărat studii în domeniu, dar sunt oameni care, având un talent deosebit, de exemplu, către pictură, către desen, către arhitectură, către lucrul în piele, în lemn, în materiale din care pot să renască o artă, au urmat apoi, după ce și-au dezvoltat aceste abilități, au urmat în cele din urmă studii de scurtă durată în domeniul artelor plastice și ajungând să facă parte din acest curent artistic, au reîncercat, prin toate metodele pe care arta le pune la dispoziție, să reînterpreteze și să pună în valoare un patrimoniu cultural extrem de bogat și de variat. Au încercat să reînterpreteze arta populară tradițională din Tunisia, dar fără să, în același timp, idealizând puțin toată această prezentare a artei. Deci au reînterpretat-o și, într-un fel, au idealizat-o. Este ceea ce, în loc, numim astăzi așa, au prezentat-o într-un mod artistic foarte frumos. Deci considerați că studenții Universității de Muzică s-au descurcat bine în interpretările melodiilor tradiționale din Tunisia? Da, s-au descurcat foarte bine, nu bine. Ei au câteva concertele activ în reînterpretări tradiționale ale mai multor țări. Astăzi a fost o parte din ei, dar ansamblu este mult mai mare. Eu îmi doresc să am tot ansamblu aici și să avem un concert cu reînterpretarea un anumitor partituri muzicale din diferite zone ale lumii, ceea ce, sigur, ar fi un melanj artistic foarte interesant. Într-un spațiu în care să nu uităm că pe vremuri aici, pe aici a trecut Enescu, să nu uităm că regina Elisabeta iubea arta, muzica, așa, dar există o întrepătrundere a artelor care conferă o altă dimensiune a acestui spațiu, dincolo de cea de muzeu. Ce expoziții mai plănuiți să o afișați în viitor la apropiat, în muzeu? Pentru perioada următoare, și asta numai de vreme de luna mai, avem o expoziție dedicată regiului Fernand, o mare expoziție dedicată regiului Fernand, un bun român, pentru că anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui. Mai avem o expoziție de artă decorativă, o expoziție de autor, dar deocamdată în imediată apropierea timpului avem câteva concerte. Concertul de săptămâna viitoare, dedicat în plenirea 18 ani de când s-a lansat Radio România Muzical, un concert de ziua Europei, concertul de Paște, așadar, muzica la Palat. Muzica Muzica